С вами Борис Тенцер и в эфире программа «Контакт». «Контакт по понедельникам», «Контакт», который, как всегда, рассказывает нам о тех людях, которые рядом с нами, молодые люди. И передача, в общем-то, наша с вами для молодых, потому что нет принципиального значения, что написано у нас в паспорте, у нас в документах, а принципиально то, что внутри нас находится. Так уж получилось, что последние несколько передач у нас как-то связаны с искусством. Помните, в прошлый раз у нас был человек сцены, Яков Явны, певец. Перед этим была Бенита, молодая художница, которая себя ищет. И у нас как бы и искусство, и возраст тоже становится все моложе и моложе. У нас сегодня очень интересные гости. У нас, прежде всего, молодой художник. Я вчера вам в новостях говорил о том, что этот молодой человек получил специальный диплом от книги Гиннеса. Вот за что он получил и как это все происходило. И вообще жизнь молодого 14-летнего художника, я открываю вам секрет, мы сегодня с вами и разберем. Итак, первое это у нас Стас. Стас Шпанин. Здравствуйте, Стас. Здравствуйте. Я смотрю, что у тебя перед тобой есть холст, у тебя есть краски. Ну, скажем так, это, конечно, не тот вариант, когда идет человек и видит вдруг пианино в кустах. Но, в принципе, ты привез это специально. И в течение передачи ты не просто мы посмотрим то, что ты сделал и то, что мы сегодня покажем, а то, что ты умеешь делать и докажешь, что ты что-то такое действительно можешь делать. Что-то. Да, ну, я знаю, что переверну. Но вы должны понять, что за 30 минут даже самые гениальные люди мало что успевают, но красивый цветовой гамме, я вам обещаю. Ну, посмотрим. В любом случае, у нас не 30 минут, у нас целый час, на 60 минут. Два раза больше. И добрый день, Михаил. Здравствуйте. Ну, вы как бы шахматный, там, мастер спорта, международный, а главное, вы дядя. Да? Да. Вы дядя этого молодого человека. Самая почетная звать. Да, самая почетная звать. Вы как бы человек, который и кровно, ну, кровно, да, и по-человечески заинтересованный в судьбе этого молодого человека. Мы поговорим о том, почему вдруг такая заинтересованность. Конечно. Вы сами прошли какой-то путь, ведь, молодого человека, но об этом мы поговорим после того, как мы посмотрим несколько картин, которые Стас сделал. Хорошо? И вот мы покажем сейчас. Вот такая первая работа. Ты можешь прокомментировать? Или, Михаил? Наверное, Стас лучше. Что это такое? Это инопланетяне, я его так называю, это работа, эта работа занимала на конкурсах достаточно серьезные многие призы, она также опубликовала на многих интернет-сайтах. Понятно. Окей, хорошо, следующее. Что это такое? Это тоже инопланетяне? Нет, это жизнь, которая объединяет тебя, вы можете посмотреть здесь и увидеть и воду, и небо, и землю, и вот это как бы человек... Это символ жизни? Да, это как бы не символ жизни, это то, что и есть жизнь. Это то, что и есть жизнь. Ну, хорошо. Что у нас следующее? Это инопланетянка. Скажи, пожалуйста. Ну, хорошо, мы еще поговорим об этом. Это инопланетянка? Да, это инопланетянка, она как бы вот в такой позе улыбающейся. Хорошо. Мы пока на этом... А, ну вот это последнее, потом мы сделаем маленький перерыв. Да, это работа о Баку, я вырос... Это Баку? Да, я родился в Баку, и поэтому вот эта работа я нарисовал в Баку, это вот его старый город, его набережная, его деревья, башня. Хорошо. Хорошо. Спасибо, Ян. И ты родился в Баку. Да. Как давно ты приехал в Америку? Два месяца назад. Всего два месяца назад. То есть, ты еще практически, наверное, не отошел от Азербайджана, от той жизни. Пока еще не отошел от Азербайджана и полностью не привык к Америке. То есть, пока на стыке народ. Поэтому мне интересно было бы твое впечатление, первое впечатление, говоря так, что если ты хочешь написать книгу, тебе достаточно одной недели побыть в стране. Но если ты побудешь уже месяц, ты напишешь в лучшем случае статью. А если ты побудешь год, ты уже ничего не напишешь. Все впечатления твои стираются. Поэтому ты сейчас еще пока в свежих впечатлениях. По крайней мере, ты пришел в новую школу. Да. И... Стакнуться. Да. Вот скажи, пожалуйста, есть разница между школами Баку и Америки? Конечно, есть. Есть так разница в отношениях и учебе. То есть, язык разницы. Понятно. Там Азербайджан, здесь английский. Но вот разница, я имею в виду отношения между ребятами. Доброжелательнее или злее. Или вот как ты считаешь? Ну, что в Америке, в Баку все-таки не так все время улыбаются. Не так улыбаются? Да. То есть, здесь улыбаются все, каждый. Даже прохожий. Просто, может, тебе улыбается, наставить. А все-таки в бывших советских странах мало найдешь. Просто вот улыбающих. Но ты тоже улыбаешься. Ты всегда улыбаешься? Я не всегда, но стараюсь. Стараюсь или это так у тебя получается? Нет, получается. А вообще, тебе интересно жить? Ты все успеваешь или, наоборот, ты замотанный такой мальчик? Смотри, сколько ты уже написал работ? Всего в жизни? Да, всего в жизни. Ты можешь сказать? Думаю, более ста. Более ста? Это большие работы какие? Это все работы. Я думаю, что даже если не считая скетчей, не считая зарисовок, если я зарисую рисовками, то это будет, я думаю, работы 300-500. Но я даже не знаю. 300-500 работ? А в каком возрасте ты начал это все? Ну, начал я первый мой рисунок был маминой клубной помадой на холодильнике. Это был мой первый рисунок. Даже не помню, что я там нарисовал. Потом после этого где-то в 3 года я нарисовал, уже больными вырисовал. У меня был утюг нарисован и розетка. И после родителей увидели, что у меня получается, что дорисоваются, и они уже мне отдали специальный... Они дали еще одну помаду? Дали две помады разного цвета? Нет, они заменили на фломастеры. А, фломастеры, понятно. Так вот, я тогда хотел спросить дядю. Михаил, мы на «вы» или на «ты»? Конечно, на «ты». На «ты». Михаил, скажи, пожалуйста, а когда впервые... Ты вообще наблюдал его жизнь все время? Да, конечно. Конечно, со дня рождения. И то есть ты видел вот все эти... Вдруг появляется в нем какой-то талант? Талант рисовать или что? Да, был талант рисовать, но родители, учитывая мое, будем говорить, тяжелое наследство, предложили и шахматы взамен. А что значит тяжелое наследство еще раз? Ну, мою шахматную карьеру, которая тоже началась крайне рано. Они предложили, чтобы я посмотрел его в шахматах. Но Стасик был непоседой всегда. И ему как-то больше все-таки тяготел к фломастерам и карандашам после губной команды. И ты понял, что ему шахматы не усидели, да? Ну, вы знаете, что мне показалось, что вначале, может, надо начать с арта. Но выбор предложили, как ни странно, вот этому маленькому четырехлетнему ребенку. Мы отвели его в тогдашний дворец искусства, дворец арта, где были многие предметы, в том числе и шахматы, и арт. И предложили ему на выбор два кружка. Отвели его на занятия, значит, на шахматный кружок. Посидел он там минут 15. И рядом был кружок арта, в котором он уже посидел больше часа в своем возрасте и остался. Это был его выбор. Скажи, пожалуйста, но вот ты шахматист. Я понимаю так, что у тебя было... Ты стартовал как бы очень серьезно. Ты начинал вместе с Каспаровым, да? Да. Ты был бы как бы в одной возрастной группе или как бы в одной, я не знаю, в мастерской категории. Как это выглядело? Да, мы были в одной возрастной группе и у одного тренера, и в одном месте. Вместе ездили, вместе выступали. То есть все это было. Да. И ты как бы вот сегодня, оглядываясь назад, ты для себя можешь сказать, вот почему Каспаров сложился и стал чемпионом, известным на весь мир? А почему вот ты как бы, ну, я не знаю, на каком-то этапе... Трудно, наверное, сравнивать Каспарова или любого человека, который достиг в каком-то деле вершины искусства со всеми остальными простыми смертными. Я считаю, что, ну, во-первых, конечно, Каспаров уникально талантлив. Но для того, чтобы талант завоевал свое место в жизни, к этому нужна и колоссальная работа, и колоссальная удача, и быть, как это сейчас модно говорить, в нужном месте в нужное время. И все, и миллион этих сопутствующих моментов, которые талант... талант должен расти. Таланту свойственно одно, таланту свойственно стремительность. Все, что за этой чертой, если талант не начинает расти, он переходит просто в скиллс, он переходит в умение. То есть говорят просто, ой, он приятный, хороший мальчик. Да, он приятный, хороший мальчик с хорошими способностями, с хорошими возможностями, но это уже не талант. То есть талант должен все время находиться в стадии роста, в стадии познаваемости. Вот это талант. И, наверное, действительно, вот это все было у Каспарова, что сложилось. А потом талант уже перерастает в гения, как его называют. А как у тебя складывалось? Вот ты начал во сколько играть в шахматы? Я начал в шести лет. Шести лет? Это тебя повели в шахматную студию? Меня повели в шахматный кружок тогда. И вот начались. Мы буквально, там разница, там в полгода. Через год я выполнил первый разряд, через два уже был чемпионом города Баку. Потом уже многократный чемпион Азербайджана, двукратный вице-чемпион Советского Союза, ну и так далее. Но на каком-то этапе ты вдруг остановился? Или ты сейчас как бы тренер? На каком-то этапе у меня началась серьезная работа. То есть я выполнил очень рано мастера спорта Советского Союза, мастера спорта международного класса. Потом меня завлекла работа, которая потребовала больше времени. Потом я перешел на тренерскую работу параллельно вместе со своей работой. И достиг кое-каких успехов. Мои ученики стали чемпионом мира, Европы в юношеских категориях до 20 лет. В различных элитными международными гроссмейстерами, которые возглавляют рейтинг лист. Семер из них международных гроссмейстеров. Ну и вот этот накопленный опыт позволил немножко сэккумулировать эти знания и помогать по своим возможностям Стасику продвигаться. А вот ты говоришь Стасику помогать в жизни. Скажи, пожалуйста, оценивая свою жизнь, оглядываясь немножко назад, ты считаешь, что ты оставил активные шахматы, это было неправильное твое решение? Это был неправильный твой ход? В каком возрасте ты вдруг сделал перерыв, остановился? Это было в возрасте 15-18 лет первый раз, ну, по стечению ряда субъективных обстоятельств. А потом уже какое-то время, когда уже работа начинала занимать достаточно много времени, требовала какой-то ответственности, и мне там опять пришлось сделать перерыв. Ты жалеешь об этом? Я жалею, конечно, потому что это крайне интересно. То есть весь этот мир, это мир, связанный с колоссальным количеством эмоций, это мир, связанный с поездками, это мир позволил увидеть очень многое, побывать в очень многих странах, узнать очень многих людей, многое изучить и понять. И, конечно, этот мир позволил познавать и познавать. То есть поэтому как бы, вот мы возвращаемся к Стасу, поэтому как бы сейчас ты, ну, здесь говорят менеджер, агент, здесь говорят, я не знаю, руководитель или как. Вот как бы его жизнь, его творческого, вот сегодня развитие его творческого потенциала, ты как бы видишь свою ответственность в том, чтобы помочь ему избежать каких-то ошибок? Вы знаете, я заменил словом менеджер и все остальные, агент, как это, словом дядя, простым словом, простым словом, простым словом, простым словом, простым словом, дядя может быть вот таким образом. Я стараюсь делать все возможное, чтобы он не повторил кое-каких ошибок, которым свойственны молодости. Например, хоть одно. О, я думаю, что какие-то эмоциональные поступки, очень часто, может быть, какие-то обоснованные, могут надолго отбросить от какого-то… Не обоснованные или обоснованные? Обоснованные. То есть эмоции на какой-то, как обоснованные эмоции, но которые требуют немножко другого подхода. Иногда вот эти эмоции, которые двигают тобой, отбрасывают тебя от твоей конечной цели. То есть ты хочешь сказать, что вроде бы все объективно, и ты эмоционально поступил, но на самом деле ты должен был себя сдержать. Да, бесспорно, бесспорно. Держать, что-то сделать по-другому, что-то, может быть, где-то гибче, где-то подойти. То есть если есть талант, если есть, я знаю то, что мы говорим, есть какое-то божественное такое, да, внутри какое-то, я не знаю, умение, его надо лелеять и ни в коем случае не поддаваться никаким эмоциям. Бесспорно, бесспорно. Талант надо вести. Самый великий талант, это и, наверное, в арте, и в шахматах, и мир знает тому много причин. Такие же вот люди, которые вели Каспарова, такой же человек был очень интересного, Бориса Спасского, известного русского чемпиона. Он, в общем-то, очень интересный человек, но рядом с ним все время стоял очень железный человек, его тренер, который, может быть, не обладал такими способностями. Но он его вел, и именно благодаря этому человеку, это гроссмейстер Бондаревский, он достиг громадных шахматов. А скажи, пожалуйста, вот мне вот интересно, прежде чем мы сейчас перейдем к Стасу, мне интересно вот твое как бы видение. То есть я понимаю так, есть семья, есть мама с папой, есть как бы близкие, и есть профессиональные люди, которые знают, что ли лучше, больше. То есть надо довериться больше им, чем родителям? Мне кажется, здесь нужен как гламерат какой-то. То есть, ну, или должен быть человек рядом, который обладает и способностями, но и сердцем. Без сердца рядом одной профессионализмом привести любого человека к какому-то успеху невозможно. Когда эти два момента сочетаются, то ли в одном человеке, то ли в двух людях, то тогда, значит, можно ждать успеха. А что вот ты сделал для Стаса? Вот я слышал, вы ездили на выставку, да? Вот расскажи в двух словах, потому что сейчас как бы ты выступаешь как человек, который, ну, как бы хочет помочь Стасу. Что на сегодняшний день он успел сделать? Ну, вы знаете, сначала не было никакого продвижения. Сейчас сначала просто пытались им дать ему возможность сделать то, что он хочет, то, что ему по душе, то, что ему нравится. После того, как он начал рисовать и на работу его начали обращать внимание специалисты, ну, они посоветовали специалисты, что мальчик уже, на мальчика стоит обратить внимание. Он начал выигрывать работу, его начали начало на местных локальных конкурсах. А потом был первый, ну, можно сказать, очень большой успех. Было 200-летие со дня Пушкина, и Москва проводила Россия тогда всемирно известный, очень престижный конкурс к 200-летию Пушкина. Руководителем этого конкурса, президентом комитета был мэр Москвы Лужков и Зураб Церетели, который, кстати, недавно у вас был в гостях, мы его видели, посол ЮНЕСКО и так далее, посол Доброй Воли. И на этом конкурсе присутствовало более трех тысяч работ из двухсот стран мира. Трех тысяч работ из двухсот стран мира, да. И когда Стасик сумел взять первое место, Первое? Первое, Грам-при. Оно назвалось даже не первое место, оно назвалось Грам-при. И среди всех стран за конкурс носил закрытый характер. Вот мальчик из Баку без ничего послал свою работу, берет Грам-при и получает приглашение в Третьяковскую галерею, который, ну, легенда. Третьяковская галерея – это легенда для любого художника. Быть выставленной или получить награду в Третьяковской галереи – это легенда, это мечта для любого человека. И вот тогда, когда поехали в Москву, и, значит, мэр Москвы Лужков и Третьяков вручал ему вот это Грам-при, ну, похоже, тогда я начал понимать, что это начало какого-то уже другого пути. Это уже серьезно, и к этому надо уже не смеяться, и может отложить в сторону какие-то дела, и немножко смотреть другими глазами. Никаких эмоций, только вперед, да? Ну, и никаких эмоций, но вперед что такое? Для него вперед – это работа, которую он любит, которая пока дело его жизни очень интересной. Хорошо, давай тогда мы с ним немножко и поговорим. Если для тебя работа, мы немножко оставим эту работу. У меня здесь на столе есть несколько наград. Стас, ты сможешь их прокомментировать, что это такое? Стараюсь. Ну, прежде всего, я вчера в новостях рассказывал о том, что ты получил сертификат книги Гиннеса. Да, расскажи, как это все произошло. Да, вот что это такое? Ты съел большого удава или… Спасибо большое. Нет, мне такая возможность не предоставилась. А что? За что они дали тебе? Ну, вот как там написано, не знаю, прочитали, не зависит. Не важно. Там, что я стал самым молодым профессиональным в мире художником. А что это такое профессиональный художник? Ты на этом зарабатываешь себе на жизнь? Ты теперь богатый человек? Нет. Пока, к сожалению, не настолько. Но вот после того, как очень многие все говорили, после того, как я занял столько много призов и наград, все же все говорили, что тебе надо в книгу рекордов Гиннеса. Ну, и в один момент мы подумали, а почему бы и нет? И вот в музее в Израиле проходил конкурс, и настолько им понравилась моя работа, я занял там. Ты в это время был в Баку? Да. Я занял первое место тоже в этом конкурсе, и им настолько понравилась эта работа, что они захотели ее приобрести. И так как они… Израильский музей? Израильский музей. И так как они приобрели эту работу, то я оказался первый человек, который… Ну, сам молодой человек, у которого картина находится в музее, то есть считается, что профессиональный художник. Поэтому… И она висит в экспозиции в Израильском музее? В каком музее она висит? Энергия и мужество. Это Хадера. Там достаточно крупный музей. Понятно. Ну, что ж понятно. Только в Израиле пока у тебя в музеях, или есть еще музеи, которые уже приобрели твои картины? В музеях нет, но в частных коллекциях находится. Уже в коллекции. Понятно. Мы идем дальше. Вот у нас есть такая очень красивая такая книга, и написано не по-русски. Да. И даже не на английском. И даже не на английском. Вот сейчас мы покажем. О! Вот такая вот книга. Что это такое? Это как бы приз, который я получил. Я занял гран-при в международном японском конкурсе. Его проводил правительство Японии вместе с компанией Ямаха. Да, я вижу. Это читаю. Прямо написано. Не, они прислали специально на азербайджанском языке. Так все-таки я жил в Азербайджане. Специально не здесь. На азербайджанском языке. А где? Вот здесь внутри? Нет, не здесь. А, в лозунгах просто. Да-да. Что там написано. Поэтому они даже об этом позаботились. Молодцы. Это специальный приз правительства Японии. Да, министр транспорта. Министр транспорта. Понятно. Мы идем дальше. Вот такая вот блестящая штучка. Что это такое? Это тот диплом, который я получил в Италии за выставку в Оливье Точиттеро. У меня были две выставки в Италии. Одна в Салерно. Салерно это крупный город. Там более миллиона человек. А в Салерно проходил крупный фестиваль. Крупный карнавал. И на этом я принимал участие вместе со многими странами мира. Там Болгария, Польша, там ансамбли со всех стран были. И вот я принимал участие. Вот там была моя персональная выставка. И вот за это я получил этот диплом. Скажи, пожалуйста, это кубок тоже твой? Или это кубок Михаила? Нет, это кубок мой. А за что? Самую тяжелую картину ты нарисовал? Нет, там вот написано за вклад в... В 16-ю Макебиаду за большой вклад. Это культурная программа? Да, я принимал участие в культурной программе Макебиады. Там происходило так. Там было со всех стран мира. Неограниченного возраста. Проходила выставка, проходила выставка, конкурс. Там было три дня. Три дня проходило жюри. И каждый раз уменьшались работы. И вот в конце моя работа осталась последней. И я получил этот кубок. Хорошо. Мы сейчас попросим Яна, чтобы немножко воскресить в памяти твоей работы, несколько работ показать. Вот такая работа, такой натюрморт. Что это такое у нас? Это просто натюрморт, да? Да, это просто натюрморт. Это дары азербайджанской земли. Ну, да. У тебя много вообще присутствует в твоей творчестве? Вот Азербайджан, вот место, где ты жил. Да, достаточно много. Во многих моих работах находится... Я изображаю девичью башню, как бы символ Азербайджана. И не только девичью башню. В некоторых работах я... Национальные, колоритные места в нашем старом городе. Улочки старые. Сейчас еще что-нибудь посмотрим. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Сейчас Ян покажет нам что-то. Вот такая. Это что-то сказочное, да? Это черепаха. Да, это вот морские дарык уже Каспийского моря. Уже не азербайджанская земля, а азербайджанское море. А мне это немножко больше напоминает, ну, какой-то сказочный такой, вот тортилла какая-нибудь там, нет? Ну, не знаю, вот эта работа находится у нашего президента Азербайджана Гидара Олива. Он у тебя ее купил? Нет, я ему подарил эту работу. А, ты ему подарил. У нас была встреча с ним, и после нее я подарил эту работу. А как много работ находится у людей великих, скажем так, кому ты дарил вообще работы? Ну, дарил многим, ну, дарил я работу вот послу в Азербайджан, вот в Израиле, там дарил, потому что я там нарисовал голубь мира, они предлагали купить у меня эту работу. Но голубь мира все-таки продавать я, голубь мира не продается. Да, потом во многих у мэра Натани. В Израиле, да? Да. Ты бывал в Израиле? Да, я бывал много раз. А много стран ты посетил? Достаточно. Ну, сколько? Пять, десять, сто? Нет, ну, не сто. Всего двести, сколько там? Ну, не сто, но могу перечислить. Ну, хорошо, десяток, да? Около десяти. Около десяти. Ну, вот у меня такой, вот ты рисуешь башню в Баку, символ, ты рисуешь какие-то там пейзажи, а сказки ты любишь? Люблю. А ты любишь что-то рисовать по сказкам? Ну, вот, к сожалению, вот здесь вы не показали работу, вот, одну из моих работ, это вот, ну, это детская работа, это Карлосон, это вот, картинка иллюстрации, как бы это, но это было в детстве. То есть, конечно, я люблю сказки, но я люблю очень много, не все, что любишь, успеваешь делать. А как ты вообще успеваешься? Ты вообще, ну, скажем так, у тебя хватает времени там сыграть в футбол, в теннис какой-то, сбегать с ребятами куда-то там в кино или там где-нибудь пойти на танцы или это в Баку не делать? Нет, в Баку это дело, в Баку хватало времени. Как-то вот все пытаешься за счет чего-то, то есть метры за счет сна, кое-что, кое-что за счет отдыха, то есть, ну. А сколько времени ты рисуешь в день? Ты каждый день работаешь, ты каждый день рисуешь? Ну, стараюсь каждый день, но, к сожалению, из-за вот занятости, вот, по крайней мере, в Америке, получается, основной упор, основное время рисовать по векендам. Сейчас в Америке, ну, это два последних месяца, а раньше, вот, в своей жизни в той юношеской... Ну, почти каждый день и по много часов, конечно. Что такое много? Ну, вот, некоторые дни я шесть часов рисовал подряд, без отдыха. Тебе это нравится или это надо, или как это, как это делать? Ну, если... Шесть часов сидеть, вот, рисовать, и тебе это доставляет удовольствие? Ты бы рисовал, скажем так, ты бы рисовал бы еще и после шести часов, или ты бы продолжал работать? Да, да. Вот иногда вот бывает, что уже вот уходят, что уже надо закрывать студию, а вот я рисую, что я последний уходил, я почти всегда уходил последний. То есть, со студией. То есть, тебе это очень нравится, да? Ну, мне нравится, мне нравится исход, то есть, исход, мне нравится работа, конечный результат, то есть, мне нравится и процесс, и конечный результат. Интересно. А своих близких ты рисуешь? Рисую, но я пока еще, ну, я пока не художник-портретист, и поэтому, ну, вот я вот сейчас пробую вас рисовать, но это, как я уже сказал, пытаюсь. Будут квадраты. Нет, ну, это не квадраты. Нет, нет, я шучу. Даже с этими квадратами. Да. Ну, вот интересно, ты, вот, если ты день-два не порисуешь, это как-то, ты чувствуешь, твоя рука как-то хуже работает, ты как-то меньше ощущаешь, вот, я не знаю, краски, полотно, натуру, или нет? Нет, просто вот бывает, вот, что когда вот я рисую уже достаточно много времени, вот, подряд рисую очень много, у меня уже рука как-то сама идет, вот, уже штрихи, получается, уверенный более штрих, уже более такой, и который получается лучше. То есть, ты считаешь, что чем больше работаешь, тем лучше, чем больше получается. Практика, это, это все, даже человек, который, мне кажется, нет таланта, но если он будет все время, даже, допустим, забивать гвозди, если он будет все время забивать гвозди, то через какое-то время у него, этот гвоздь у него забивать получится превосходно. Хорошо, чтобы Михаил не скучал, мы теперь поговорим с тобой, Вася. Я смотрю, что вот какие-то тут есть у нас такие штучки, ты тоже принес, но очень интересно, у тебя они меньшие, да? Вот я смотрю, сейчас мы уберем этот кубок, мы уберем этот кубок, он у нас вообще вот такая вот, ну, я понимаю, что она маленькая, и не так просто это, вот, о, не так просто Игорю показать это. Это у нас, это Фиде. Да, это знатек мастер спорта международного класса. Ну, и, если кто еще помнит, было, да, было такой мастер спорта Советского Союза. Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот эти знаки, они для тебя сейчас тоже что-то значат? Да, они значат очень много. Я бы сказал, что эти знаки не продаются. То есть эти знаки цены не имеют. То есть в эти знаки вложены годы жизни, труд, кровь, эмоции. Все вместе. Все вместе. Ну, это же как бы, ну, как бы в прошлом. Сегодня в Америке ты же на это ничего не получишь. Нет. Вот если ты придешь сегодня в, я не знаю, в губернатору твоего штата. Кстати, я должен был поблагодарить, уважаемый телезритель, я хочу сказать, что мои гости приехали специально на передачу. Они приехали из штата Массачусетс. 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 Просто собраться, приехать, потому что есть у вас какое-то желание, ну, я знаю, поделиться тем опытом и то, что есть. Так вот, интересно, вот у тебя эти знаки. У многих сегодня мы говорим, есть награды военные, у кого-то есть награды, вот дипломы. Это, это очень близко, это очень… Вы знаете, да, это близко. Вот, ну, у меня количество дипломов за, там, больше 30-летнюю карьеру и вот кубков крайне много. Часть даже я не смог привезти в Америку, к сожалению. Просто таможен бы не пропустило вот такое количество. То есть есть то, что можно оставить, ну, то, что… А есть то, что вот совсем кровное. Вот кровное. Вот это, на вот это маленькое, вот это, вот это кровное. То есть за этим столько стоит труда. Вот это кровное, да, вот особенно вот эти маленькие значки, это очень кровное, вот это три. И вот эта кругленькая штучка, это тоже очень кровное, потому что история этой штучки очень интересная. В 97-м году мы участвовали на 15-й всемирной Макабиаде, и тогда Азербайджан был единственной мусульманской страной, которая принимала участие. Это больше, это Олимпийские игры, которые 4 года в Израиле открывают их, правил премьер-министр Израиля. Это же парад, очень красочный. И Израиль придает этому тоже колоссальное значение, потому что это возможность выразить солидарность с народом Израиля, всех стран мира. И тогда вот нам предложили создать такую организацию в Азербайджане, в Макаби. Она так и была создана. К сожалению, не имел столько времени, чтобы быть руководителем. Я стал вице-президентом этой организации. Президентом был мой тоже близкий товарищ Геннадий Гельман. И такая организация была создана. И вот в 2001 году уже мы приехали туда официальной делегацией на это. Мы участвовали в параде, который открывали. А так как Азербайджан на букву А, то мы шли во главе этого парада после Австралии. Это очень интересно. И параллельно, значит, как уже я был руководителем спортивной делегации и участвовал в шахматном турнире. И вот эта медаль, это медаль вице-чемпиона Макабиады. Олимпийская медаль, которая... Хорошо. Уважаемые телезрители, мы продолжим, естественно, наш этот интересный разговор и наблюдением за то, что делает Стас. Сразу после небольшого перерыва на рекламу. Оставайтесь с нами. Артен, WMNB – лучшее американское телевидение на русском языке. Только у нас информационные, публицистические и развлекательные программы на любой вкус. Новости, концерты, художественные фильмы, образовательные программы, юмор, ток-шоу. Здесь вас ждут интересные встречи с любимыми артистами, художниками, музыкантами, общественными и политическими деятелями. Артен, WMNB – это ваше телевидение. С вами Борис Тенцер, программа «Контакт по понедельникам». И наши гости Стас Шпанин, который сейчас очень интенсивно что-то такое рисует. И Михаил Шур, он же и дядя, он же и духовный наставник. Ну так, по крайней мере, мне нравится, когда вы вот разговариваете, я чувствую, насколько у вас хороший контакт, насколько у вас как бы есть взаимопонимание. По крайней мере, с вашей стороны точно. Я не знаю, как со стороны Станислава. Контакт в контакте. После вашего контакта номер один, наш контакт номер два абсолютно. Большое спасибо. Сейчас мы попросим Яна показать еще несколько работ, которые сделал. Вот, пожалуйста, Стас, это что за работа такая? Это работа в Венеции. Я был в Венеции после выставки в Италии. У меня была выставка в Италии. И после того, как я побывал в Венеции, у меня вот пришло вдохновение на эту работу. Я вот нарисовал венецианский карнавал, который ежегодный, красочный. И вот на фоне вот эти три женщины, которые принимают участие в этом карнавале, на фоне моста, в канале вот. Да, настроение, мне кажется, есть. Хорошо просто. А вот это тоже настроение, да? Это балерина. Я ее нарисовал пастелью. Это работа одна из последних. Поэтому мне вот каждая последняя работа мне нравится все больше и больше, тем предыдущая и более любимая. А как ты считаешь, это потому, что она лучше или это потому, что она последняя? Вот потому, что последняя. Потому, что мне вот впечатлений настолько, настолько много времени я вот уделяю этим работам, и что вы, которые в конце уже получаете, уже готовая работа. Вот поэтому мне она нравится больше. Хорошо. Что там у нас еще есть? А, это вот такая... Да, медведи. Это, ну, немножко даже такой сказочный такой сюжет, что ли, да? Ну, это вот называется работа «Встреча», я ее назвал. «Встреча» — это вот «Встреча» двух друзей, можно сказать, так, двух белых медведев в зоопарке. Мне вот понравилось. Они часто, ну, может быть, встречи, может быть, дерутся, они часто стоят на задние лапы. Поэтому я решил их нарисовать. А тебе приходится иногда драться? Ты все-таки мальчишка, сколько тебе, 14 лет, да? Да. Ты в каком сейчас, в девятом классе? Да, в девятом. Ну, приходится драться, но приходилось, скажем так. Приходилось драться, ну, когда я был в седьмом классе, в шестом, ну, в восьмом, я помню, в девятом, в десятом. А вот ты рисуешь на ребят шаржи какие-нибудь, там, какой-нибудь смешной рисунок на кого-то или нет? Или ты не решаешься, боишься, что тебя неправильно поймут? Нет, иногда просто я не люблю показывать свою работу, вот такие ранние шаржи. Поэтому я иногда вот, кто сидит сзади меня, я иногда вот просто на тетрадке в клеточку рисую зарисовки, когда скучный урок бывает. А вообще много у тебя всяких зарисовок на твоих тетрадках? Ты рисуешь везде или только в студии? Если вы откроете мою тетрадку по математике, вот, американскую, то вы увидите там. Больше рисунок, чем задач? Нет, ну, и того, и другого, просто поля есть, на полях рисунки, а вне полей задачи, примеры. Вне полей задачи. Окей, уважаемые телезрители, я не хочу, так сказать, иметь приоритет разговаривать со своими гостями. Как всегда, вы имеете тоже возможность с ними и поговорить, и задать вопросы, и высказать свое. Я уверен, что у вас вот сейчас вы видите на экране студии телефоны, куда вы можете позвонить, пожалуйста. Я уверен, что многие, многие, наверное, из вас, которые сейчас смотрят эту передачу, имеют, есть у них дети, есть у них внуки, есть, есть, как бы, молодые, на которых надо больше обратить внимание, посмотреть, чем увлекается этот молодой человек или девочка, и как можно помочь, чтобы из этого молодого и юного человека что-то получилось. Вот сейчас мы под телефоном, мы видим, как Стас продолжает очень серьезно работать. Я уже вижу, это что-то такое похожее на что-то. Хорошо. Может, даже на кого-то. На кого-то я пока еще боюсь сказать. Пока еще только на что-то. Скажи, пожалуйста, Михаил, а вот когда приходит, вот сейчас ты тоже как-то тренируешь кого-то или с кем-то занимаешься? Или вот, хорошо, возьмем бакинский период, когда ты занимался. Когда приходит какой-то молодой человек, мальчик, девочка, можно сразу увидеть талант? Можно сразу увидеть задатки таланта. Можно из каждого сделать хорошего шахматиста, например? Хорошего можно сделать из многих, великих, великих людей шахматистов, только из единицы. А можно увидеть великого? Великого можно увидеть, но не сразу. То есть для этого нужно какое-то короткое время, но нужно. Ну что такое короткое время? Ну, чтобы посмотреть, если у человека задатки или нет, иногда достаточно, ну, буквально, иногда полчаса, иногда двух-трех дней. А для того, чтобы узнать, есть ли у человека какие-то серьезные задатки, искра божья, да, искра божья, это да, нужно пару месяцев. А вот тебе приходится, как бы, ты шахматист, и шахмат это искусство, кстати? Ну, споры не утихают, наверное, спорт, искусство, наука, все вместе. Понятно. Вот, как бы, у тебя есть возможность наблюдать, с одной стороны, ты шахматист, и ты сам рос, с младенчества этим занимался, с другой стороны, рядом с тобой сейчас растет молодой человек, мальчишка, который себя ищет в искусстве. Вот, интересно, ты когда, когда ты впервые увидел, что вот этот мальчишка с той божьей искрой, о которой мы сейчас говорим? Когда начали приходить дипломы, или когда в доме он помадой по холодильнику мазал? Ну, вы знаете, я так немножко реалист на этот счет. Я считаю, что, во-первых, родители и близкие люди пытаются увидеть искру в любом близком человеке. Это нормально, абсолютно. Но когда начинают о тебе говорить уже другие, и тем более говорить специалисты в этой области, вот тогда, наверное, это серьезно. То есть все-таки надо прислушаться мнению со стороны? Наверное, прислушаться мнению со стороны специалистов. То есть это не значит, что у тебя не должно быть своего мнения. Но если твое мнение совпадает с мнением специалистов, значит, ты уже абсолютно на правильном пути. Но для того, чтобы мнение специалистов появилось, надо, наверное, своих ребят показывать куда-то. Надо вложить. Повести в шахматы, повести в вар, повести там на теннис, надо повести на плавание, не знаю куда. Надо вложить труд, надо посмотреть, есть ли у таких детей наклонность, склонности к этому, есть ли у них труд, желание, любовь к этому делу. А потом, если появятся первые успехи, то послушать мнение специалистов, если говорить о большом спорте или о большом искусстве, если нет, если говорить просто об образовании, то это далеко тоже не самое последнее дело. Иметь хорошее образование, общее образование, которое раньше давалось, будем говорить, и в той же царской России и так далее, и в хороших семьях, то это великое дело, чтобы человек мог уметь делать многое. А не получается, что наоборот, как бы распыление? Нет, я не думаю, я не думаю, что это распыление. Я думаю, что, тем более это для детей. Может быть, человек взрослый уже должен быть более конкретизирован на каком-то конкретном деле. Для детей это важно развитие. То есть, и, конечно, если они занимаются, опять же, большим спортом или большим искусством, они как-то, само это искусство, сам этот большой спорт будет сужать их линию, и они не смогут перейти к чему-то другому. То есть, остается школа, и остается вот то направление, которое они выбрали. Это уже немножко другое. Но если взять тот же пример этого гениального Баби Фишера, который скандально известен и скандально велик, то он познакомился, был самоучкой, абсолютно самоучкой, после того, как его мать, Регина Фишера, эмигрировала в Соединенные Штаты, он пошел в школу, но когда добился первых успехов, сам, взяв книгу свою в руки и став чемпионом Штатов в 15 лет, он вынужден был оставить школу. Это не пример для подражания, но это пример отношений. Давай мы послушаем, у нас уже звонки есть, и мы, уважаемые телезрители, у нас первый звонок Александра из Ниджерси. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Вы меня слышите? Прекрасно слышим. Да. Вы знаете, меня заинтересовали. Я сама из Баку. Я 26 лет тому назад уехала из Баку. 26 лет. И у меня вопрос к Михаилу. Насколько я правильно поняла, он 4 месяца как из Баку приехал. 2 с 5 года. Нет, Михаил 2 года как из Баку, а вот Стас 2 месяца. Да. Вот я хотел, если ему не то, но хоть Паус, Паус сказать, как на сегодняшний день выглядит город. Я очень люблю этот город. Я там и делаю, и жил, и стоит 2 года. Если это возможно. У тебя есть 20 секунд. Хорошо. Ну, Баку, конечно, не узнать. Баку преобразился. Баку преобразился. Баку стал очень красив. Он и был красив со своим Каспийским морем, со своими набережными. Сейчас он отстроился. Сейчас красивые очень улицы. Жизнь кипит. Очень много иностранных компаний работают на нефтяных контрактах. Жизнь идет своим чередом. Я думаю, что человек, который 26 лет оставил Баку, сейчас его не узнает. Прекрасно. У нас следующий звонок. Кто у нас на линии сейчас? У нас Йосиф из Коннекти. Куда? Здравствуйте, Йосиф. Добрый день. Здравствуйте. Господин Тензер, вы сравнительно недавно передавали беседу с одним человеком, который организовал специальную школу, деловую школу для, по-моему, для еврейских детей или еврейских граждан. Не могли бы вы мне сказать телефон этого человека? Иосиф, я с удовольствием вам сказал, но я пока не совсем четко понимаю вопрос, поэтому мы сделаем по-другому. Вы оставите телефон нашему оператору. Я уже звонил туда, и оно все не... Я вам обещаю, что я вам перезваниваю, и мы поговорим о том, что вас интересует. Оператору, а куда звонить оператору? Нет, нет, вы перезвоните, пожалуйста, и оставьте телефон, чтобы я с вами смог связаться. Спасибо большое вам за звонок. Я хотел сказать, кстати, я хотел обратиться к вам, уважаемые телезрители, что наверняка у вас тоже есть сейчас кто-то молодые, которые занимаются в школах, в художественных школах. Дело в том, что Стас приехал в Америку только два месяца тому назад. Вы имеете больше опыта, больше знания, знаете, как правильно, я не знаю, свой талант подать и преподнести, может быть, в Америке, как себя правильно вести, и, может быть, избежать каких-то ошибок. Мы будем очень признательны, я буду вам очень признателен. Если вы сейчас позвоните, немножко, может быть, расскажете о вашем опыте, и это будет интересно и нашим телезрителям, и, конечно, будет интересно Стасу, по которой, в общем-то, два месяца в Америке, я могу себе представить, это пока еще совершенно такой, знаете, в таком легком тумане между Баку. Он еще летит, он еще пока в самолете. Следующий звонок у нас, у нас город Массачусетс, Владимир. Здравствуйте, Владимир, вы с нами в студии. Здравствуйте, дорогой Борис Кеншер, у меня к вам вопрос. Я посылал вам письмо и фотографии своего приятеля, ветерана войны. Вы получили или нет? Да, значит, уважаемые телезрители, я опять хочу обратиться к вам, уважаемые телезрители. Дело в том, что письма, которые вы посылаете, обязательно доходят, обязательно я получаю, и все эти письма есть. Если я сразу вам не перезваниваю или не сразу отвечаю, это не значит, что ваше письмо не пришло, оно есть, спасибо большое, и мы обязательно сейчас связемся. Я позвоню, и мы продолжим разговор, так что не волнуйтесь, ваши все письма приходят по назначению, спасибо большое. И, Стас, скажи, пожалуйста, вот я вижу, ты так серьезно занят делом, а вот ты сейчас в Америке, да, тебе хочется что-то рисовать американское? Американское, это... Да, вот два месяца в Америке, вот если, это твои слова, что ты рисовал башню, девичью башню в Баку, что ты там какие-то виды Азербайджана, вот мы видели какие-то, очень красивые, красочные. А есть у тебя желание вот выйти на американскую улицу, на американского города и что-то рисовать? Ну, к сожалению, я пока живу не в таком большом городе, чтобы вот как девичью башню видеть достопримечательность этого города, но там есть какие-то свои живописные пейзажи, живописные места, там где... Ну, вот даунтаун есть там? Есть, но... В каждом городе есть даунтаун в Америке. Есть даунтаун, но он не такой уж большой. Он тебя не впечатляет? Не то, что не впечатляет, ну, не знаю, пока нет. То есть пока желаний именно даунтаун нарисовать в нашем городе нет. Нет. А ты бывал в Вашингтоне, да? Да, я был в Вашингтоне, это было пару лет назад, когда я... Это мой второй раз в Америке. В первый раз я приезжал, я занял гран-при, это конкурс был, устраивал правительство Соединенных Штатов и River of Water, и награждение проходило в Library of Congress, в библиотеке Конгресса. И у меня также в этом году была, в прошлом году была выставка, и тоже понравилось. Скажи, пожалуйста, а вообще... Сейчас, одну секунду, мы давай будем так с перерывом, и сейчас звонок мы послушаем. Да, пожалуйста, кто у нас на линии? У нас Симона из Ниджерси. Здравствуйте, Симона. Алло. Да-да, вы с нами, здравствуйте, вы в студии. Да. По-первых, я хочу поблагодарить. Чуть погромче, вас не слышно. Алло. Да-да, вот сейчас громко так, громко, уверенно. Алло. Да-да, пожалуйста. Хочу поблагодарить вас, Борис, за такие замечательные минуты, которые вы представили с таким замечательным мальчиком. Спасибо. Спасибо вам огромное. Его дядя, его дядя тоже очень хорошая. Всем успехов и дяди, и всем вам успеха тебе, радость и счастье. Дерзай, дорогой, дерзай. Спасибо. Спасибо, постараюсь. Спасибо. Постараюсь сделать все, что мои силы в отношении дизайна. Давайте еще послушаем один звонок. Это из Сан-Франциско. Далеко, пока человек добрался, дозвонился. Да, пожалуйста. Алло. Мэр, Сан-Франциско. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю вас. Вот моя фамилия. Да-да, пожалуйста, говорите. Вас прекрасно слышат. Да. Значит, у меня есть внук. Так. Он очень к музыке привязан. Ну, знаете, как ребенок. Ему пять лет, он ходил на музыкалку. Все. И все, кто его не слушает, все говорят, что он очень талантливый, очень хороший. Это не то, что я говорю, как дед, понимаете? А это все говорят так. И вот мне хотелось бы знать, как развить его, кто может помочь. Ему пять лет? Ему пять лет, да? Сейчас ему девять лет. А, девять лет. Он играет на пианино, причем хорошие вещи играет. Вот. И Костова, Бетховина. Такие тяжелые вещи играет. Вот. Вы хотели бы, чтобы у него была музыкальная карьера? Да. И вот, вы понимаете, он сейчас такой период, что его надо заставлять. Понятно. Хорошо. Сейчас мы поговорим с Михаилом на эту тему, наверное. Спасибо большое. Будьте здоровы все. Спасибо. Спасибо, Мир. Михаил, вот это как раз тот разговор, который мы как бы и говорили. О том, что... Кстати, я хотел бы поставить тут еще маленький такой акцент. Дело в том, что вот мы все время говорим, дядя, какой хороший дядя Михаил, вот дядя занимается, дядя... А где мама? Где папа? Как бы, да? Они заняты. Ну, папа живет в Израиле, да? Я вам скажу. Папа живет в Израиле. А мама занята, мама работает. Скажу вам, что маму еще лучше, чем дядя. Я надеюсь, что она сейчас мыет эту передачу, и бабушка, и дедушка тоже, чтобы никто уж не обижал. А, тогда мы о нем мало говорим, а то прямо... А вот, немножко косо, но хочу ответить на ваш последний звонок. Да. Ну, так, рассказать маленькую притчу. Значит, на эту тему портной, известный портной взял своего сына за руку, уже взрослого сына, и привел к себе в мастерскую. И говорит, сынок, ты хорошо окончил школу, и мы увидели это с мамой, и дали тебе деньги, чтобы ты поступил в колледж. Ты очень хорошо учился в колледж, и мы послали тебя в Оксфорд. Ты взял вторую степень, и ты учился так хорошо, что ты поступил в Гартвард. Ты поступил, ты учился в Гартварде блестяще. Мы тебе опять помогали, и ты защитил диссертацию в Гартварде. Все это очень хорошо, но теперь пришло время. Ты уже взрослый, и ответь мне, пожалуйста, родной, кем ты хочешь быть? Женским, портным, или мужским? Хорошо, хорошая притча. Так что ты хочешь сказать девятилетнему племяннику? Смотри, скажем так, им надо искать человека, который мог бы действительно оценить этот талант, и стоит ли посылать в Гартвард? В ближайшую, наверное, музыкальную школу. В ближайшую музыкальную, не знаю, там будет это GCC, при которых есть музыкальный кружок, или это просто музыкальная школа. Пусть слово скажут педагоги, пусть слово скажут профессионалы, пусть он начнет учиться. То есть любой талант, да, это не зрелый талант. Ему надо придать профессионализм, ему надо дать конкретные знания, конкретные музыкальные знания. И после этого слово будет за педагогами. Если педагоги скажут yes, то why not, почему нет, тогда вперед. Хорошо, у нас следующий звонок. Кто у нас на линии? У нас на линии Сан-Франциско, Марк. Алло. Да, здравствуйте. Да, да, добрый день. Миша, у меня к вам вот такой вот вопрос. Знаете, у меня сын, он тоже очень любит играть в шахматы, вот, ему 11 год. Но понимаете, в чем дело? Когда он проигрывает, он начинает нервничать. Вот, вы знаете, у американцев, я не знаю, вы об этом слышали? Нет. У американцев второе место, это не престижное место. Здесь все построено на... Чуть погромче, Михаил, Марк. Здесь все построено на примере силы. То есть победитель, это первый, а второй, это лизер. И вот я ему пытаюсь объяснять, что ты проиграл, это неплохо. Ты старался выиграть, ты старался это сделать. Вот, Михаил, понимаете, вот играем в футбол, играем в шахматы, он должен выиграть. Тогда Миша говорит, уступи, уступи. Но когда играю в шахматы, я иногда пытаюсь уступить, и забываю, что я уступаю, и понимаете, автоматически опять выигрываю. Вот, Миша, как вы могли бы дать мне совет? Как сделать так, чтобы он не нервничал, понимаете? Как ему объяснить, что... Понятно, понятно, Марк. Хорошо. У тебя не получилось. Спасибо большое. Спасибо. Да, Михаил? Ну, я постараюсь ответить. В общем-то, ко мне попадают студенты уже такие... Они все молодые ребята, они попадают в возрасте 10, 11, 12 лет, но все они уже каким-то... Я беру всего одного человека в год, я имею в виду, потому что у меня была еще другая работа. То есть это ребята с приставкой или попытками в сторону большого таланта. То есть есть ребята, которые так же не любили... То есть все они очень яркие, но они так же не любили проигрывать и так же нервничали. Есть ребята, наоборот, которые просто хронически боялись проигрывать. И поэтому в момент, когда наступало любое чувство опасности, они предлагали своему противнику ничью. Ну, мы с ними договорились так заранее, например, с одним из них, что лучше проиграть пять турниров, не выиграть, но выиграть один. То есть навсегда забыть слово «боюсь». И у нас было условием контракта. Значит, если он без моего, так говорится, разрешения произносит... Это уже гроссмейстер, это уже не просто ребята, чемпионы Европы, мира. То есть если он произносит во время турнира слово «ничья», то наш контракт обрывается. То есть он может слово «ничья» произнести только, если я... Согласование за мной. Согласование за мной заранее, перед партией, перед турниром. Сначала были слезы, истерики и так далее. Потом это все было за кадром. А в кадрах это уверенное лицо, и на интервью, и на телевидении все это уверенные лица. А потом это стало как бы чертой характера. И чертой характера не только в шахматах, но и в жизни эта уверенность переросла. То есть надо в какой-то момент научить человека проигрывать, чтобы он умел выиграть. То есть мне кажется здесь и психологического характера, и, конечно, это дело профессионального тренера, который рядом с ним. Прекрасно. Кто у нас? У нас... Массачусс. Корнелия. Да, Корнелия Массачусс. Да, да, я слушаю. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы слышите меня? Конечно. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Да-да, пожалуйста, Корнелия, здравствуйте. Я очень рада вас видеть по телевизору. Дорогой мой Штасик, ты, наверное, помнишь, что полтора года тому назад ты был у меня в воздухе с папой и мамой. Да, да, я помню. Корнелия, если вы меня слышите... Алло. Алло, Корнелия, если вы меня слышите, пожалуйста, тише сделайте ваш звук. Тише сделайте звук. Телевизор ваш. Уберите звук. Тише. Да-да-да, я... Да-да-да. Хорошо. Стасик, милый мой, я так рада тебя видеть. Хорошо. Корнелия, я очень сожалею. У вас есть телефон его? Позвоните Стасику домой и скажите все, что вы о нем думаете хорошего. А у нас просто есть еще и звонки, и есть вопросы, которые я бы хотел с нашими звонками, чтобы мы решили. Потому что у нас времени не так много осталось. Это очень интересно то, что ты сказал, что как бы договоренность. Скажи, пожалуйста, а у тебя бывает страх перед полотном стать? Да, вот очень многие художники, я прочитал много литературы, страх первого мазка. Но первый мазок, потому что он кладет все, что ты уже знаешь, что будет. Вот я, когда я картину собираюсь нарисовать, я вначале думаю, какой я первый мазок положу. От первого мазка много что зависит. Но мне кажется, что надо преодолевать, потому что этот первый мазок, который ты сделал, если ты очень захочешь, ты можешь его стереть, исправить. То есть все исправляемое в этой жизни, конечно, надо пытаться делать. Какой ты философ? Скажи, пожалуйста, а ты читаешь книги? Да. А какую книгу ты читаешь последнюю? Ой, последнюю. Это сказки, это психология, это... Ну, вот я недавно прочитал Дейла Карнеги. А, ты читаешь Дейла Карнеги? А, а что вдруг? Как это на тебя снизошло? Потому что художник, вот, например, я могу привести пример Сальвадор Дали. Художник это не только... Как один раз сказали, художник, это раньше художник был только психологом, а сейчас должен быть еще и психиатром. То есть художник должен отражать общество, он должен чувствовать людей, которые рядом с ним, и отображать, чего они хотят. Сальвадор Дали, один из таких примеров, он был не только гениальный художник, но и гениальный шоумен. То есть он знал, чего люди хотят. Ты будешь шоуменом? Шоумен, ну, в каком смысле шоумен? Ты будешь свои выставки представлять как-нибудь по-особому, ты будешь переодеваться в клоуна, например. Нет, ну, переодеваться в клоуна я что не буду, а представлять как шоу, а выставка это и есть шоу. Понятно. У нас осталось не так много времени, уважаемые телезрители, у нас осталось буквально несколько, пару минут. Стас, ты покажешь нам ту работу, которую ты сделал? Да, но, к сожалению, за 40 минут опять-таки время, но... У нас не так много времени, поэтому хотя бы... Давай, а, вот тут сейчас. О, серьезный тенсор, а? Это серьезно. Понятно, понятно. Ну что ж. Почему я еще прокомментирую хотя бы? Да, пожалуйста, скажи. Почему я не нарисовал это? Во-первых, почему я нарисовал реалистично? Ну, я мог нарисовать реалистично. Ну, во-первых, из-за времени все-таки правильный академический рисунок это... Это минимум часа 4-5. В институтах, чтобы нарисовать человека, дается, вот, например, в Баку, 6 часов по 2 раза. То есть 12 часов, чтобы нарисовать. А я вот нарисовал так, потому что я хотел сравнить вот вас, как бы, с... Я вот нарисовал в геометрических каких-то фигурах, в треугольниках, вот. Хотел преподнести вас как-то вот. Сложно. Да. Сложно геометрически. Да. Понятно. Хорошо, у нас... С добрым чувством. Да. У нас идет, уважаемые телезрители, у нас идет последняя минута нашей встречи, поэтому я благодарю вас за то, что вы провели с нами этот час. Я уверен, что вы что-то интересное для себя взяли, для своего общения с молодежью. Я благодарю своих гостей за то, что вы приехали со своего далекого штата. Спасибо, Стас. Спасибо, Михаил. И я надеюсь, что через годик, Стас, мы опять вернемся, и ты расскажешь о том, что за этот год в Америке, только-только у тебя жизнь начинается здесь, ты нам все это тоже расскажешь. Так что я приглашаю вас через год в программу «Контакт». И приглашаю вас, уважаемые телезрители, тоже смотреть программу «Контакт» по понедельникам с Борисом Тенсором. Всего хорошего. Оставайтесь здоровыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok